МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовало, а может, огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпутках. И сегодня мы вспоминаем май 2019-го. Компания Саровинвест поднялась на одну из лидирующих позиций по объему ввода жилья в Нижегородской области в первом квартале 2019 года, заняв второе место в региональном рейтинге единого реестра застройщиков. За это время компания сдала в эксплуатацию более 17 тысяч квадратных метров жилья. Опережает Саровского застройщика только нижегородская компания «Анкудиновка». В начале 2019 года введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов жилого комплекса «Саровская ривьера». Это более 17 тысяч квадратных метров жилья. Компания Саровинвест заняла вторую строчку в региональном рейтинге единого реестра застройщиков по итогам первого квартала 2019 года. В 2018 году компания Саровинвест в соответствии с постановлением администрации города Сарова ввела в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома. Это 3 дома в жилом комплексе «Саровская ривьера» на берегу реки Сатис и 14-этажный дом на проспекте Музрукова, дом 39. Фактически в конце 2018 года компания Саровинвест введено было в эксплуатацию еще 6 домов в жилом комплексе «Саровская ривьера» в соответствии с заключениями Государственного архитектурно-строительного надзора. Таким образом, в 2018 году компания ввела в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. Общий объем жилищного строительства составил 33 тысячи квадратных метров. Это рекордный показатель для Сарова и третье место в рейтинге строительных компаний Нижегородской области наравне с такими компаниями, как «Столица Нижний» и «Жилстроя НН». Кроме рекордных объемов ввода новостроек, высоко оценены качество застройки и благоустройство от компании-застройщика «Саровинвест». В прошлом году проект жилого комплекса «Саровская ривьера» выиграл конкурс регионального правительства в номинации «Инвестиционный проект года» в сфере жилой недвижимости. Торжественное шествие, георгиевские ленты, песни военных лет. В прошлом мае мы отмечали 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – особенный праздник для каждой семьи. Сложно найти человека, которого бы не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Традиционно в День Победы на площади Ленина проходит торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». В прошлом году «Саровчан» также ждала выставка ретро-техники, фронтовой концерт и реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны. Крики женщин и плащ детей, выстрелы и взрывы. Фашисты пригнали на железнодорожную станцию жителей соседней деревни. Мальчишек и девчонок они кидали в вагон для отправки в концлагерь. Бабушек и матерей заперли в избе, чтобы сжечь. Но чиркнуть спичкой им не дали внезапно появившиеся партизаны. Так начинался сюжет реконструкции, которую подготовили участники военно-исторического объединения 1945-й. Этот случай действительно написан в книгах, причем в нем принимал участие будущий житель нашего города. Мы этот сюжет нашли, раскопали. Даже фильм был снят на этот, но его, собственно говоря, на фоне всего этого построили. Всего в реконструкции приняли участие более ста человек. Деревенских жителей изображали добровольцы из Сарова. В роли красноармейцев, партизан, солдат вермахта выступали члены различных военно-исторических клубов из Казани, Нижнего Новгорода, Сарату, Владимирской области. Каждый приехал со своим оружием. Автоматическое оружие, пулеметы все времен Второй мировой войны. То есть у нас все аутентичное, все правильное, настолько, что, как бы сказать, добиваемся всего честности, так сказать. Железнодорожная станция переходила из рук руки несколько раз. Выбив из нее партизан, фашисты тут же стали обороняться от наступающих бойцов Красной Армии. Автоматные очереди сменялись оглушительными взрывами гранат и пушечных снарядов. Зрителям тоже довелось понюхать пороха, когда ветер уносил дым с поля боя в сторону леса. Все как по-настоящему. Здорово. Громко все. Уши закладывает. Этот вот живой с забора не слетел. Нравится. Хорошо. Интересно. Подготовка реконструкции заняла почти год. По задумке организаторов, все детали военного обмундирования должны соответствовать той эпохе. Кирзовые сапоги, вещмешок за плечами, саперная лопатка. Экипировку партизан подобрать гораздо проще. Партизан это не так сложно в общем-то реконструировать, потому что практически здесь присутствуют как элементы военной униформы, так и гражданской одежды. Достоверности происходящей реконструкции добавляла военная техника. Офицеры и солдаты обеих армий передвигались на мотоциклах и машинах времен Великой Отечественной войны. Автомобили, не задействованные в реконструкции, были представлены на выставке ретро-техники, где каждый желающий мог их детально рассмотреть. Полуторка ГАСМ, автомобиль Виллис, производство Форд. То есть вот эти автомобили у нас бывают в городе очень редко, так как в основном они стоят на выставке в Москве. Подготовка следующей реконструкции начнется практически сразу. Несколько дней отдыха и участники будут искать подходящее событие Великой Отечественной войны, писать сценарий и готовить декорации. Елена Горецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 24 мая митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин закладки храма в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник на территории Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. В церемонии приняли участие благочины Саровского округа протеерея Александра Долбунов, настоятель Нижегородского храма в честь Святой Живоначальной Троицы и другие клирики Нижегородской епархии. Подробности далее. Храм в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник это первая церковь в Саровской пустыне. День его освящения считается днем официального основания монастыря. Храм построили всего за 50 дней с помощью жителей окрестных деревень. Они же приносили церковные утвырь, иконы, книги и колокола. Саровская обитель послужила русской земле своими духовностными старцами. И через эту святую обитель в сердцах людей созидалась Святая Русь. Сегодня монастырь Саровской пустыни известен прежде всего тем, что здесь жил и служил Серафим Саровский, старец, монах, отшельник, которого знает весь мир. Потому что преподобный Серафим оставил такое наставление, такую силу духа, которая помогает каждому протекающему к нему найти свою дорогу к Богу в своем сердце. Вместе с представителем Нижегородского духовенства на богослужение молились прихожане Саровских храмов. Во-первых, меня переполняет радость и счастье то, что здесь восстанавливается исторический облик, во-первых. Во-вторых, то, что наш город наполняется святым духом просто-напросто. Ну, восстановление монастыря очень важно и как для граждан Сарова, так и для вообще России в целом. То, что восстановление монастыря будет, ну, скажем так, привлекать паломников, которых сюда будут пускать. То есть и город приобретет, возможно, такой туристический статус. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Саровские школьники традиционно входят в число лидеров различных олимпиад по математике, физике, русскому языку, экономике и географии. И 2019 год не стал исключением. В департаменте образования прошел торжественный прием победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, старшеклассники были награждены за успехи на региональном этапе. О том, как прошла церемония награждения, расскажем в следующем репортаже. Эти мальчишки и девчонки посвятили свою жизнь изучению научных дисциплин уже со школьной скамьи. Биология, химия, физика, русский, английский, немецкий языки. За высокие результаты в олимпиадах по этим и многим другим предметам ребята получили дипломы и памятные подарки. Вы показали высокие результаты. Вы продемонстрировали действительно каждый победу над собой. Я 11 классу желаю поступить в те вузы, которые они хотят, добиться тех успехов, которые они для себя нарисовали дальше. Ну а для десятиклассников, девятиклассников я искренне желаю, чтобы здесь в следующем году мы вручали дипломы за заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. С приветственными словами поздравлений и пожеланий дальнейших успехов на выбранном пути к старшеклассникам обратились представители администрации ядерного центра, особо отметив настойчивость ребят в достижении поставленных целей. Уже то, что вы выигрываете Олимпиаду, то, что вы их участвуете, стремитесь в них быть лучше, уже говорит о том, что у вас сформировался характер. То, что без характера ничего быть не может. На торжественной церемонии награждения были отмечены и наставники школьников. Учителя и педагоги дополнительного образования также получили грамоты и ценные подарки. В их числе был и сотрудник ядерного центра Константин Павлунин. В свободное от работы время он занимается с учениками в рамках проекта «Молодые таланты Сарова». Это совместный проект внеевый департамент образования в рамках подготовки талантливых детей к Олимпиаду в различном уровне. Глядя на своих воспитанников, Константин вспоминает свои школьные годы. Увлекшись с ранних лет математикой, он тоже участвовал в различных Олимпиадах. Теперь мужчина помогает постигать азы этой сложной науки одаренным детям. Детей, конечно, тяжело готовить, но все зависит от того, как к ним относиться, какие взаимоотношения у вас с детьми. Это нелегкий процесс, но мы справляемся. Также на торжественном приеме в департаменте образования отметили большой вклад директоров школ в поддержку талантливых и целеустремленных ребят и их наставников. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Чемпион мира по пара-карате, обладатель мировых рекордов среди инвалидов в беге на марафонскую и 10-километровую дистанции, мастер спорта по стрельбе. Сергей Бурлаков посетил наш город. Одним из пунктов визита стала встреча с общественностью, в рамках которой известный спортсмен рассказал о своих успехах, поделился способом преодоления трудных жизненных ситуаций и ответил на вопросы собравшихся. Однажды жизнь Сергея Бурлакова разделилась на до и после. Из-за тяжелой аварии, которая произошла в армии, Сергей стал инвалидом. Но он нашел в себе силы и начал новую жизнь. Сергей занялся плаванием, пулевой стрельбой, легкой атлетикой и получил звание мастера спорта. И за дня в день Сергей Бурлаков доказывает, что ограниченные возможности здоровья – это не приговор. Приглашайте этих ребят, пусть они на колясках, на электроколясках проедут рядом со всеми. Это же классно, это же круто и еще неизвестно, кто кому больше поможет. Если когда-либо с кем-то, не дай бог, что-то плохое произошло, у них всегда был пример перед глазами. Чемпионаты среди пара олимпийцев, медали, спортивные звания и рекорды. Каждый раз, выходя на старт соревнований, Сергей Бурлаков совершает небольшую, но очень важную победу над собой. Сергей первым в мире пробежал марафон на протезах и обогнал 12 тысяч здоровых соперников. Сергей Бурлаков – чемпион мира по паре карате. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннеса. Человек, имеющий инвалидность, это не говорит о том, что он какой-то особенный человек. Ну, нет у него там лапки или еще чего-то, неважно. Он такой же человек, со своими тараканами, со своими плюсами и минусами. Он просто чуть-чуть другой. Но мы же все разные, поэтому все равны. Помимо спортивных побед, Сергей Бурлаков достиг результатов и в общественной жизни. Он стал инициатором создания и президентом Федерации физкультуры и спорта среди инвалидов. А зимой этого года Сергей вошел в состав Общественной палаты России. Люди, чтобы нашли в себе, себя в себе и стали социальными людьми, которые приносили бы пользу городу, в котором они живут. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Погружение в мир искусства. В 13-й раз по всей стране прошла традиционная акция «Ночь музеев». В 7 вечера и до полуночи были открыты двери музеев, библиотек, арт-площадок города. Саровчан ждала насыщенная программа с экскурсиями, мастер-классами, выставками, театрализованными действиями и творческими встречами. Насыщенная программа ждала Саровчан в художественной галерее. Для посетителей всех возрастов работали 12 площадок, где все желающие могли открыть для себя что-то новое и неизведанное. Например, в лаборатории «Пигменты Лайф» гости галереи учились создавать краски с помощью льняного масла и мела. Здесь же проходила викторина. Мы можем познакомиться с профессиональными названиями цветов. Каждый художник знает, какой цвет. В нашем обиходе мы знаем синий, голубой. Оказывается, они могут называться и королевской, и турецкой. Так вот, каждый может проверить себя влияющим в знание цветных вопросов. Особым подарком для посетителей художественной галереи стало выступление Ольги Белошицкой и ее воспитанников, которые показали танцевальные импровизации. В этом году «Ночь в музее» это для нас такая площадка, в которой мы можем показать то, чего не можем показать в других местах. То есть это перформансы, где мы прямо находимся рядом с людьми, где нет сцены, которая нас отделяет, где мы можем показать очень странные, непонятные вещи, какие-то рискованные даже. Но при этом это такая встреча со зрителем. Еще одной точкой притяжения саровчан стал Музей ядерного оружия. Дети и взрослые с увлечением слушали лекции специалистов и рассматривали уникальные экспонаты, рассказывающие историю становления нашей страны в качестве ведущей ядерной державы. Вот мы решили нынче посвятить эту встречу с нашими гостями крупному юбилею, который будет 29 августа в этом году, юбилей нашей первой советской атомной бомбы. И вот, собственно, все доклады у нас здесь есть, все сообщения посвящены этому событию. Познакомиться с экспозицией Музея ядерного оружия можно, не дожидаясь следующей ночи музеев. В будние дни для свободного посещения музей открыт по вторникам и четвергам с 14 до 17 часов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Таким нам запомнился май ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2019-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже 6 января мы расскажем о том, какими были летние месяцы 2019-го. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году.